Привет, друзья! С вами Светлана Дианова, и я рада приветствовать вас на своем канале Белли, посвященному проекту «Ляви и Белли» или «Жизнь прекрасна». Сегодня я хочу рассказать вам о том, как происходит подготовка к шляпному карнавалу Ирины Кончаровой. Напомню, что в августе этого года Ирина планировала провести грандиозный международный фестиваль шляп в городе Вятские Поляны, а затем этот фестиваль шляп будет проходить в сентябре в Москве на дне города в Сокольниках. Тема карнавала и конкурса шляп в этом году «Виват кино», и там предусмотрен приз за лучшую шляпную коллекцию. И вот Ирина пригласила принять участие в этом показе мастериц нашего проекта «Жизнь прекрасна». И на протяжении нескольких месяцев наши замечательные мастерицы из разных городов и даже из разных стран готовили свои вышивальные заготовки, которые, благодаря таланту и фантазии Ирины Кончаровой, должны будут стать коллекцией шляп. А в рамках показов коллекции народных карнавалов, которые делает Ирина Кончарова, каких только шляп не было. Но вот вышитых шляп не было еще никогда. Это будет реальный эксклюзив. И нам всем, конечно, очень интересно узнать, как Ирина сможет преобразить наши вышивки в шляпные образы. То есть из этих наших вышивок, заготовок таких вышивальных, сделать шляпки. А потом сочинить и сшить еще подходящие к ним наряды. И впоследствии представить эту коллекцию на вот этих вот шляпных фестивалях, которые она планирует. По условиям показа предполагается, что каждая коллекция это будет обыгрывание какого-то кинообраза. И наша коллекция будет посвящена обыгрыванию доброго сказочного советского фильма «Мария Искусница». Мы все его помним еще с детства. Но вот, к сожалению, из-за всеобщего карантина, запланированный на август этого года фестиваль шляп в Ядских полянах, был перенесен на следующий год, на 2021 год. Но, тем не менее, в августе-сентябре этого года нас ждет много других интересных мероприятий, которые готовит Ирина Кончарова, где мы все-таки сможем показать нашу шляпную коллекцию. И, конечно же, самое главное мероприятие, о котором я уже упомянула, это мировой карнавал, который состоится в сентябре в Москве в парке Сокольников в день города, 5 сентября. Ну, о планируемых мероприятиях более подробно я расскажу чуть позже, а сейчас покажу вам, какие экспонаты мы уже приготовили. Татьяна Борисенко вышила прекрасные, солнечные, яркие и очень позитивные одуванчики. Они приехали в Москву из Красноярска. И Танюша, как всегда, прислала свою вышивку в тщательно продуманной упаковке между двумя пенопластовыми такими листами, чтобы ничего не помялось. Танюша вообще молодец, она все свои картины, присылает очень тщательно упакованные. Огромная, Танюша, тебе благодарность за это, потому что твои картины так и путешествуют с выставки на выставке в своих вот таких вот домиках. Эту упаковку мы используем в дальнейшем. И вот, что касается одуванчиков, с задней части канвы Танюша еще прикрепила к вышивке флизелин, чтобы вышивка держала форму. И я хочу сказать, что Ирина Гончарова это особо оценила, ведь потом ей еще предстоит такая большая работа с этими вышивками, чтобы превратить их в чудесные шляпки. Ну, а Танюша часть этой работы уже проделала, продумала вот этот момент с укреплением канвы флизелином. Большая умничка, Танюша, спасибо тебе большое. Следующий наш экспонат от Ольги Бурановой. Ольга нам приготовила вот такую земляничку. И эта вышивка приехала из Ульяновска. И, кстати, в этой посылке Оленька еще прислала чудесные гостинцы и магнитики с видами Ульяновска. Мы повесили их на холодильник. Будем любоваться. У меня на холодильнике вообще коллекция магнитиков из разных городов, где я побывала, или магнитиков от друзей, которые тоже знают о моем увлечении, дарят мне такие магнитики из своих городов. И я хочу сказать, хочу передать отдельное спасибо Ольге от мужа, потому что он сказал, что бывал в Ульяновске на авиационном заводе. Это замечательный, очень красивый город на берегу Волги. Он так внимательно рассмотрел магнитики, очень они ему понравились. И, в общем, это навеяло его на приятные воспоминания. Спасибо тебе Оленька огромное. Еще две замечательные вышивки для шляпок прибыли из Подмосковья. Там живут две мои вышивальные подруги. Это Наталья Борисова. Она вышила вот такие замечательные цветочки в технике японская гладь. Там еще присутствуют разные элементы, вышивки. Там фрузелки и другие элементы. Очень нежная, очень красивая получилась вышивка. Наталья вообще очень творческий человек. Она любит украшать вышивкой и одежду, вот какой-то декор. И в доме висит очень много вышитых работ, которые она меняет в зависимости от настроения и сезона года. И вторая вышивка тоже из Красногорска, Московской области. От Оленьки Кутузовой, тоже моя подруга вышивальная, приятельница. Они с Натальей вместе тоже дружат. Вот так мы, собственно говоря, и общаемся. Она сделала вышивку гладью. Смотрите, какая красота. Она сама придумала сюжет, орнамент. Она подобрала планинки. И вот посмотрите, какая получилась яркая, красивая вышивка. Это будет просто роскошная шляпка, я думаю. Посмотрим, что Ирина придумает, как она ее обыграет. Следующие вышивки, вот эти две вышивки, приехали в Москву из Испании. Их прислала Ирочка Бывалина. У нее есть свой вышивальный канал на YouTube. И там мы ее знаем под ником Павелина. Эта посылочка очень долго добиралась в Москву. Она из Испании какими-то обходными путями кружила, кружила. Наверное, в связи с тем, что в период карантина почта все-таки работала с перебоями. Ну вот, наконец, она приехала. И я очень ждала именно эту посылочку, чтобы передать, уже собрать все вот эти вышивальные заготовки и передать их Ирине Гончаровой. Как только я получила посылочку от Ирины, я тут же назначила встречу с Ириной Гончаровой. И я еще хочу поблагодарить, Ирочка, спасибо тебе огромное за невероятно душевную открыточку, которая пришла ко мне вместе с этой посылочкой. Замечательные слова, там Ирина написала. Я прям оставлю эту открыточку, положу себе на видное место и буду перечитывать, чтобы поднять себе настроение и улыбнуться. Да, еще я, конечно же, подготовила и свою вышивку. Это ромашковое сердечко, которое я вышивала по схеме Татьяны Марчуковой. Вышивала очень давно, еще в апреле 2015 года. Я рассказывала в одном из своих видео про свои вышивки, про нее. У меня была задумка оформить ее в подушечку и вышить еще несколько похожих вот этих вот сердечек цветочных по схеме Татьяны Марчуковой. Но, к сожалению, так эта идея не воплотилась. Эта вышивка лежала у меня неоформленной, пока не дождалась своего звездного часа. Вот вместо подушечки все-таки ей суждено стать шляпкой на карнавале Ирины Гончаровой. Посмотрим, что из этого получится. Да, еще мы ждем две вышивки. Это веночек от Анны Анисимовой. Анечка живет в Москве. Она тоже участница нашего проекта «Жизнь прекрасна». И ее картина «Послание к любви» есть на наших выставках вышитых картин. Но, как всегда бывает, с самыми ближними сложнее всего встретиться. Нам осталось только встретиться, и чтобы Анечка передала эту вышивку, либо она просто, может быть, пришлет ее сразу Ирине Гончаровой через ДЭК, чтобы напрямую она быстрее дошла. И еще одна вышивка, которую мы с Ириной Гончаровой очень ждем. Ну, условно, мы назвали эту вышивку «Маруся». Помните, из песни «Маруся сидит и слезы льет»? Из веселой такой песенки. Ее вышивает Надюша Рымгайла. Вышивает она ее в технике гладь. Причем она сделала свой собственный рисунок, свой собственный эскиз. Она пересмотрела фильм «Мария искусница». Она выбрала вот этот сюжет, где девушка, Маруся, Мария, как угодно, сидит и вышивает. И там еще такие морские коньки у нее. В общем, я очень надеюсь, что все-таки эта вышивка тоже к нам приедет. Она должна приехать из Нижегородской области. Надюша ее по собственной схеме, а по собственной эскизу будет вышивать гладью. Вернее, не будет, а уже вышивает гладью. Вот ждем, ждем, ждем. Ну, в общем, я собрала все наши вышитые заготовки, которые девочки прислали из разных городов. И мы договорились встретиться с Ириной Кончайровой в аптекарском огороде или ботаническом саду на проспекте Мира. Это место для встречи было выбрано не случайно. Нам хотелось встретиться и пообщаться в каком-то прекрасном месте. Все за время карантина мы очень соскучились и очень хотелось зарядиться приятными эмоциями, насладиться красотой природы, ну и насладиться общением друг с другом. И вот, как сама Ирина написала на своей страничке в фейсбуке после нашей встречи, говорят, для того, чтобы ваш дизайнерский колодец идей не пересыхал, надо периодически ходить на творческие свидания, а по-простому выползать из дома, из череды суетливых дел и отправляться в музей, театр, в кино, на выставку, в поле, в деревню или в аптекарский огород. Аптекарский огород – это кусок нетронутой природы в центре Москвы. Старинный пруд, заросший ряской, плакучая ива, какие-то совершенно невиданные растения и деревья, ландшафтные горки, ползучие елки, ароматные розы, шикарный жасмин, отдых душе, сердце и взгляду. А запахи какие? Действительно, запахи были просто потрясающие, причем по мере того, как ты идешь по этим олейкам, да, запахи все время меняются, это, конечно, просто одуряюще прекрасно. Ну, в общем, аптекарский огород – это такой прекрасный оазис природы, так что даже не верится, что ты находишься в самом центре Москвы, и вокруг кипит бурная, суетливая жизнь. Очень атмосферное место, всячески всем рекомендую. И, кстати, он находится прямо напротив дома модели Вячеслава Зайцева. Так что можно забежать и посмотреть на новую летнюю коллекцию нашего любимого метро. Особенно актуально для тех, кто создает дизайны одежды и дизайны костюмов для карнавала. И вот в воскресенье 28 июня состоялась наша встреча. Впрочем, я вам лучше все покажу. А Ирина сама расскажет о предстоящих карнавальных планах, идеях и задумках. Последний раз такой кусок счастья в центре города я видела в Марракеше. И в Сен-Лоран построил свой сад. Он собрал там все экзотические растения. Кактусы, бамбук, какие-то карликовые бонсай. И вот по ощущению в центре города сад, вот ровно такой же вот у меня сейчас. И так же сделаны дорожки аккуратно. И вот этот кусочек потрясающий природы не тронутый. Да, да. Болотце в центре Москвы. Вообще. Слушай, а там тоже такой же он большой или такой... Он такой же большой, да? И он такой экзотический, с ландшафтным. Ага. Поднимаешься, опускаешься, очень эффектно. Негде фотографировать. Слушай, ну вот суть правильного ландшафтного дизайна. Если ты правильно искривишь дорожки, то ощущение от сада будет, что он огромный. Японцы на этом построили всю свою миниантеоризацию. Точно, точно. Япония садик – это же образ жизни и культура. Там, конечно, сады, всем садам сады. Ни одной ломаной линии. Все обтекаем. Вот, вот, вот. Такая медитативная история, потому что ни одного острого угла. И энергия течет плавно, да? Да, все время вот это вот состояние. Слушай, ну это просто фантастика какая-то. Классно. Дальневосточный сад. Да. Так, тут, видимо, какой-то ручеек тек. Должен был быть. Должен был. Я думаю, когда пройдут леднии. О, да. Он выйдет из берегов, наверное. Есть, конечно. Ой, слушай, Ир, смотри, какая прелесть. Это что за экзотические? Я думаю, это такая инсталляционная. Ну, конечно. Но красивая. Природа вряд ли сама такое создала, да? Конечно. Какие-то прям это... Можно фильмы ужасов снимать. Рябинник. Рябинник, рябинолистный. А он похож на рябину. Слушай, а я думала, что это просто рябина, а это, видишь, это рябинник. Это рябинник. Слушайте, а узнали еще заодно, что, оказывается, бывает карликовая рябина без рябины. Да, это как куст, да? Рябинник, наверное, куст. Да, наверное, за счет этих рябинок. Ива белая, пожалуйста. Ива. Слушай, ива такая, для Ивы очень... Будут знать, как ива выглядит. Да. Не, ну мы видели ивы, но они как... Не знаю, не знаю. Я, например, для себя первый раз... Уакучи и ивы, они же не такие большие. Ну, стволы у них... Вот, это красиво тоже. Прям сакур какая-то. Городские ненормальные жители. Для сельского жителя это все просто смешно. Смотрите, они видят у себя. Они на это внимание не обращают, да. Не так считайте, как будто везде, знаешь, сады рос. Да, да, точно. Главное, запахи меняются, да. Ты заметила, что когда мы вошли, был один запах. Да, был сладкий запах. А здесь уже немножко другой. Те, зна, есть у них полянка словам. Я думаю, есть, а че ж нет-то. Сейчас мы найдем. О, елочки голубые ели. Ой, там розочки на духе. Да? Давай розочки. Давай, давай. Видеозапись. О, все. Смотри, как здорово. Какая красота. Красота. Какая красота. Елочка. И Ирочка. Возле елочки. Привет. Мы ходим по аптекарскому огороду. Да, да, да. И умиляемся, городские жители, сельским радостям. Вот увидели жасмин живьем. Счастье такое. Да еще и не просто жасмин, а огромный такой жасмин. А какая новогодняя елочка волшебная. Ира уже подумывает о фотосессии. И спокойно. А Ира уже подумает про мороз к шоу. Да. Я уже думаю, что я буду на Новый год делать. Лето я уже перезвела. Ир, пока мы ходим, расскажи. А, нет, это не лаванда. Ты хотела лаванду, но это не то. Да, это не лаванда. Учитывая, что все мы от холодильника не отходили, я понимала, что самым большим спросом будут пользоваться корсеты и кринолины. И сосредоточила свою, так сказать, деятельность на создании таких костюмов. Расчет оправдался на 200%. Когда мы вчера собрались на фотосессию «Красивая и свободная», которую я, собственно, и делаю в поддержку всех своих карнавалов. То есть я делаю эту фотосессию для того, чтобы народ понял, какой же это кайф почувствовать себя королевишной в красивом платье. А то, видимо, только на свадьбу в кринолине, да в корсете. Вот, и народ был просто в восторге. То есть это было несколько, чем мы с 11 до 6 фотографировались. Фотографировал Андрей Высоколов, наш любимый. Он, конечно, титан такой огромный. Да, да. Нон-стоп, фактически нон-стоп. Там на полчаса присели. Ира, костюмы все твои были? Все костюмы были мои. Которые ты за время карантина навояла совершенно потрясающие. 16 окружных, да, 16 окружных. То есть там у тебя была леди слива. Слива, вишня, груша, лайм, лимон. Картошка. Картошка лучше всех. Коматыква. А, мухоморчики, мухоморчики. Мухомор с мухой, да. Но это у нас уже персонажи по ходу. Когда кончились овощи и фрукты, народ пошел по грибам. По грибам. По грибам, да. Ну, то есть это был просто такой взрыв счастья. Ну, во-первых, все встретились. Наконец, после карантина все встретились. У меня же каждая тусовка, разные люди. И это было такое одухотворенное счастье. Сегодня с утра родилась речная прогулка. Ух ты. То есть народ вспоминает пиратскую вечеринку в прошлом году, 26-го. Ну, я бы позвонила ко мне Высоколов и говорит, Ирка, ну, давай на кораблике. В черт с вами бесплатно вас познимают. Я вбросила народные модели в группу. Я говорю, ребят, ну, давайте вот в 4 часа 15 июля собираемся на пароходике Кристалл. Там 300 рублей билет. Класс. И тут же человек 15 уже записался. Ну, то есть счастье это, наконец-то... Ну, на пароходике тоже будет в костюмах, да? Нет, нет. Это не тяжело. Они объемные очень, да. Это просто шляпная вечеринка. То есть каждый придет в свои какие-то красивые шляпки. Это нам пообщаться и поездить на пароходике. Здорово, здорово. Это не костюмирование. Будем ждать фото. Костюмирование, это, конечно, глобально. Это 5 сентября день города. Карнавал в Сокольниках. Ради этого арендована площадка. Огромная фестивальная площадь. Там будет и конкурс на лучшие костюмы, и концерт художественной самодеятельности. Можете прийти, спеть, танцевать все, что хотите. То есть 5 сентября – это такая наша точка, на которую мы выплеснем все, что у нас есть, и зовем всех друзей, родню и знакомых. Так что 5 сентября… То есть все, что мы готовили к Вятским полянам, оно… Да, оно придет сюда, а Вятские поляны мы привезем в следующем году. Вятские поляны не отменились, они перенеслись. Супер. Это очень важно понимать. Так что мы к Вятским полянам еще парочку коллекций сделаем. Или наши вышитые шляпки до Сокольников. Конечно, вышитые шляпки – это, я бы сказала, центр. Но вышитыми шляпками мы можем тряхнуть на фестивале прессы. У нас еще Союз журналистов 29 августа пригласил в Новокомную гору на фестиваль прессы. Супер, супер. Поэтому там у нас будет именно показ карнавальной моды. И там мы обязательно покажем вот эту вот коллекцию «Мария искусница» вышитые шляпки. Потому что у меня будет время за август сделать. Чаполина мы отыграем. И у меня весь август на то, чтобы сделать коллекцию «Мария искусница». Я как раз делаю и шляпки, и наряды к ним. Часть нарядов уже есть, поэтому я… Я сегодня тебе 7 как-то заготовок привезла. Но будет еще 2. Я еще жду. Одну должны прислать, одну из Москвы я заберу. Весь мир к нам в карнавал. Это для меня… Девчонки так ждут. Они просто в предвосхищении. Они говорят, так интересно посмотреть, что получится из этих заготовок. Это вообще, конечно. Самое интересное, это когда видишь, что это дело твое живет. Потому что вот очень многие мои костюмы, они сделаны на базе шляпок или каких-то старых костюмов. И кто-то узнает свою кофточку, кто-то свой корсетик, кто-то часть от шляпки. И как они преобразились. И они радуются, как я это все апгрейдиваю, переделываю. Обалдеть. И чистой воды вот Золушка, как она делала из старого маминого платья. Вот это абсолютно одно и то, что у меня… Золушке феей помогал. Да, ну а я сама, я в одном лице. А ты в одном лице и феей, Золушка. И то, и другое. И мальчика королевства маловато. Конечно, хочется развернуться. Вот. Но мне помогают друзья. Вот если бы не друзья, это просто фантастика. Как меня любят люди. Как они поймали эту идею. Как им это понравилось вообще. Сама эта идея. И для меня вот очень важно, что они не просто там любят гипотетически и пишут добрые слова. Они участвуют. Участвуют, да. Ко мне потек просто поток материалов, шторм. Помогает еще и вот этим. Какие-то корсетики приносят. Украшения, вот такую коробку, Ходорич Наташа. Обувь. Обалдеть. Просто фантастическая. Обалдеть. То есть у меня просто пухнет, пухнет. Я уже свою барахло пытаюсь как-то… Теперь скоро свой музей надо будет открывать с экспонатами. Вот теперь я понимаю, Александра Васильева, когда он как искусствовед стал собирать свои шнотки, у него все заполнено. У него отдельное даже помещение есть для вот этого его музея, там коллекции. До того далеко, но пока вот все мансарды уже так вот… Ты движешься к этому семимильному шагу. Но я надеюсь, что появятся сподвижники. Я на самом деле в поисках мастеров. Там народных моделей у меня 1800. На сегодняшний день народных моделей у меня 1800. И со всего мира, и только в Москве около 500 человек. Самая моя большая боль и, так сказать, дефицит – это мастера, которые бы хотели поработать в карнавальном жанре. Но, к сожалению, он не рентабелен. Ну, то есть максимум люди платят за прокат. Тысячу рублей. Ну, вот, например, за вчерашнюю фотосессию я заработала 17 тысяч. Ну, вы же понимаете, 3 месяца я шила такие наряды. Конечно. 16 нарядов, 17 тысяч. Это настолько несоразмеримое. Но для меня это бешеная сумма. Потому что это пломба, это отдать долги. И еще останется даже купить копточки. Ириш, понимаешь, но ты сейчас вот то, что ты делаешь, популяризируешь все это, да, устраиваешь. Я очень надеюсь, что это где-то наращивается. Вот, вот, вот. Я хотела сказать. Что это вот волна, она где-то наращивается и обратно будет. Это все в копилочку? Я искренне на это. Потому что я 3 года уже вот работаю, работаю, работаю. Потом бац, карантин, дыра. Дыру, сам карантин я очень удачно прошла, потому что я вся вошла в эти костюмы. Я поняла, что я работаю на будущее. И уже на излете, когда уже все разрешили, везде можно ходить. Вот буквально позавчера, за день до фотосессии, я просто хотела разбить градусник и доглотаться ртути. До такой степени я почувствовала себя одинокой и никому не нужно. Вот почему-то меня накрыло, спустя 3 месяца, когда уже все, с тобой договорились. Уже и люди пришли, и фотосессии, и везде. Бывает момент какого-то выгорания. И я ходила, я не знала, кому пришла. Я к сыну, к невестке, к соседям, я никак не могла добрать эту энергию. Но вчера я напилась, просто вот напилась. Пришло 11 человек, все свои родные, потом еще друзья случайно заехали. Потом мы сели кушать, народ натащил кучу фруктов, ягод, тортики, пиццы я заказала. Разные там гавайские, Маргарита, когда поешь, да дело, да красивый костюм, да люди все свои родные, атмосфера души. Было 3 новых человека, они сидят и говорят, ощущаешь всю жизнь. А ты говоришь, почему тебя люди любят? Да потому что невозможно не любить. Ну, наверное. Ты такая заводная просто. Был вот этот вот драйвуха, вот это была. И для меня это больше, чем деньги, это даже порой больше, чем здоровье, потому что я выздоравливаю. Я сегодня с утра встала, помолодела на 10 лет. Вчера еще была с утра старушка, думаю, не буду фотографировать. Так ужасно себя. Вот ощущение старушки. А сегодня, посмотри, цветочек сделала быстренько, специально. Я знаю, что с тобой встречусь, новое платьишко. Платьишко новое, какое-то колье у тебя потрясающее совершенно. Колье это у меня прошлогоднее, но сюда чудесненько вошло. Классно вообще. Ну и шляпа, конечно. Шляпа, неотъемлемая часть Ирины. Шляпа, да, это мои последние 20 долларов в Венеции, шляпу из Венеции купила. Обалденная. Не жалею ни секунды, потому что я не появлюсь. И главное, она легкая. Особенно в такой вот летний день. Летний день, ну, мне нельзя со своей анталоги, мне на солнце. Ну, короче говоря, я счастливый человек. Вот что я вам скажу. Вот, Ирочка. Люди, карнавал просто смысл моей жизни на сегодняшний день. Я все, я ушла от Петросян-шоу, я не беру частные пошивы. Если беру, то карнавальные костюмы. Я вся с ушами там, кормят дети и квартиры, слава богу. Как многодетная мамашка получила от государства квартиры, сдаю ей. Вот на эти деньги, как и все наши москвичи, живу. Но для меня вот бабла больше, радость людей. Вот они одели костюм и начали вот эти вот писки. Господи, так у меня же талия есть. Боже мой, я же вот прям в принцесске, мы все королевны. И я вот, я живу ожиданием Чаполина-шоу, потому что еще сцена, еще подготовленные номера, песни, танцы. Ириша, когда Чаполина-шоу? 1 августа. 1 августа. 1 августа, в 13.00 мы идем все красивые по Сокольникам, собираем народ на все. Вот, ты скажи, туда гости могут прийти, ведь, да? Все могут прийти, зовем всех. Просто посмотреть даже, да? Посмотреть. Посмотреть на все это. Потому что формат открытая репетиция. Это фактически экспромт. Мы, конечно, попробуем порепетировать накануне, но в основном народ готовит Дом перед зеркалом. Это у нас такой онлайн-спектакль. Мы этот формат придумали в прошлом году. Мы так сделали Пушкин-шоу. Мы просто разложили у Лукоморья Дом Зеленый на персонажа. Да, 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 я помню. И на каждую строчку выходил свой персонаж. Класс. Когда у нас не хватило 33 богатыря, мы их взяли из зала детей девочек. Девочки. А я хочу. Конечно. Такой экспромт был. Это такой интерактив. Это просто, вы знаете, оказывается, люди любят праздники не только на Новый год. Они хотят веселиться. Хотят. Если бы вот два шажка Минкульт сделал бы в направлении, я не говорю про финансирование, а чисто два шажка предоставления площадок, возможности, сцены, не профессионалам. Не профессионалам. Профессионалы найдут, письмо напишут, субсидирование получат. Там им сверху, снизу, сбоку, справа какие-то указания. А вот люди, которые народные мстители, как их называют, что мы же все вопреки, все через какие-то препоны бесконечные. Мы типа воинствующие дилетанты. Но я считаю, вот будучи воинствующими, хотя я профессионал, я, конечно, профессионал. У меня заключаем высшее образование. Ты профессионал, да. Дизайнер по костюму, у меня три, и все. Я получила вот максимум, что могла. Институт, техникум, училище. Работала на эстраде, работала в театрах. Частный пошив просто все 35 лет. Но живу я только сейчас. Вот спроси меня, сколько ты в жизни жила. А я могу вспомнить только три рода, дети, вот самые такие пиковые моменты моей жизни. И, конечно, вот мои карнавалы. Твои карнавалы. Потому что вот все остальное, это забило даже личную жизнь. То есть вот меня спрашивают, а как же тебя хватает? Нет, либо карнавал, либо это, либо то. Вот, но я не жалею, потому что я вот с ушами в этом, с ушами. То есть у меня невестка говорит, очень мне с вами повезло, потому что вы не висите на нас, на сыне, не мешайте нам жить. Я говорю, да некогда мне. У меня своя жизнь. Она настолько наполненная. Ведь люди к полтиннику начинают сужать круг людей, а у меня фонтанирующий совершенно, он расширяет. И не только у тебя, Ириша, а у всех, кого ты, так сказать, вовлекаешь в свое добрынство. Да, да, и люди приобретают огромную компанию. Причем они уже дружат без меня, встречаются на даче, шашлык-машлык. Они уже не костюмированные вечеринки, а едут в турпоездки. Рождаются какие-то сопутствующие, все говорят, вот у тебя конкуренты там какие-то, господи, коллеги. Да не смотрим мы на это как на конкурентов, да? Чем больше карнавал, хороших разных, тем больше. А я так и посижу, отдохну. Слушай, а комплементарные проекты как здорово вписываются. Вот мы с нашими вышивками думали, думали, думали. Я просто не зашло с небес придумать вот эту историю с Марией, с кузницей. Вообще классно. Опять-таки на дефиците мастеров, думаю, господи, тут вспомнила про твои вышивки. Думаю, ну девчонки годами вышивают картины, что им трудно вышить. Малипусеньки, это же им просто вот неделька работы. И, конечно, я не ожидала. Слушай, а ты представляешь, из РАЗа, вообще, ну не то, что со всего мира. Приехали у нас вот эти вот вышивки, да, которые для шляпок, заготовки, из Красноярска, из Ульяновска, Москва, Подмосковье, я уж не говорю. Растет и ширится карнавальная волна. И еще две вышивки из Испании приехали. Фантастика. Вот я как раз, ты знаешь, я ждала, потому что там вот в связи со всем этим карантином, там было сложно с посылками, из Испании полтора месяца ушла посылка. Это мне подарок сердца и души. Вот человек вышивал, он же в это души вкладывал. Да, 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 представляешь? А я сейчас это все в руки возьму, да посмотрю, да родятся у меня сразу какие-то идеи. А завтра побегу на склад на последний год, у меня теперь деньжища-то какие есть, 17 тысяч. В общем, я счастливый человек. Мне в жизни очень повезло, Бог птенечку поцеловал, он меня одарил вот возможностью дизайна. Это мое счастье. Вот как Пушкину дан поэтический дар, да простят меня все за наглое сравнение, так мне дан дар дизайнерства. Он мне был дан не сразу, я очень долго к этому шла. Мэтро сомневались. Вячеслав Николаевич Зайцев мне на след заявил, найди себе другую профессию. Я помню, ну потом он изменил свое мнение, когда вручал тебе премию. Да, три года, четыре года назад он сказал, что я говорит, понимаешь, одному дашь пинок, он и сломается, а другому дашь, он взлетит. Ну вот это тот случай, когда он меня, конечно, очень сильно подбросил. К вопросу о таланте. Может ли талант пробиться сам или нужен ему вот этот волшебный пендаль? Да, наверное, нужен пендаль и вот это вот бесконечно. Ну, хотя 25 лет работы в театре, 10 лет работы Петросяна, это наращивается. Я не думаю, что это приходит просто так, само собой. Конечно. Это мышца, она постоянно тренируется. Как у спортсмена. Поэтому, если вам что-то хочется и вы бьете в одну точку, вы пробьетесь. Вы пробьетесь всегда. И еще, хорошую идею деньги догоняют. Вот я же с 2016 года занимаюсь этим делом. И оно до сих пор живо. Я собираю людей, я нахожу площадки, мы устраиваем карнавалы и ходу-бедно 60-80 человек мы одеваем. Это же не я одна. Моих костюмов 20-30. Ну, то есть это 20-30 процентов. Остальные сподвижники. То есть я вижу, что у этого проекта есть будущее. Есть будущее, да. Чуть-чуть, вот чуть-чуть под ногу. Но есть же у нас понятие развития сказочных брендов. Почему у нас нет понятия развития карнавальных движений в России? Оно просто должно быть. Будет мысль материальная. Слушай, Ира, я тебе хотела спросить. Вот ты говоришь, я ищу площадки. А вот сейчас уже такое случается, что площадки сами тебя находят. Да, в Ромцовский парк. Они прям буквально на этом пришли девчонки и сказали welcome. Потому что сарафанное радио и слухами земля полнится. Они увидели мои костюмы и сказали, не хотите у нас пройти? Я говорю, конечно хочу, но просто немножко. У нас то же самое с выставками сейчас происходит. Мне звонят иногда, знаешь, люди, с которыми я не общалась, но они где-то увидели, где-то услышали, кто-то им порекомендовал. И уже звонят и говорят, мы хотим вашу выставку. Понимаешь, как здорово. Все не зря. Тебе не надо уже бегать и искать. Ну что-то все равно ты бегаешь и ищешь, да? Ну что-то приходит к тебе само. Есть просто люди, к которым мы возвращаемся. То есть вот у нас есть площадка формулы рукоделия. Ирина Федянская, ей по здоровью. Мы, кстати, с ней недавно снимали интервью. Нет, здесь Москва 200 человек. Здесь вопросов к мастеру. Москва 200 человек. Чем старше становлюсь, тем больше понимаешь, что вот этот круг московских людей, ну как узкий, конечно, в который ты вхож, вот кино, эстрада, песни, видения. Ну вот такие вот творческие люди. Да, все очень близкие, все время это. Если этот не знает того, то вот тот тебя точно выведет. Два рукопожатия, максимум три. Ну а на Фейсбуке сейчас вообще просто вбросить, тебе через максимум 20 минут ты выйдешь на все, что надо. Я так полю ребят нашла. Мальчик пел в метро. Я говорю, какой мальчик хороший, хочу его пригласить. Выяснилось, совершенно потрясающий теннир. Наш новый Муслим Магомаев стоит 25 тысяч. Думаю, ой, вот тут-то я и профуклась. Но сам факт, что я вышла на него через 6 минут. Вот через 6 минут мне написали, кто, что, где и почем. Главное, это как это, запросы во Вселенную посылать. Запросы во Вселенную. Ну вот у меня на сегодняшний день запросы во Вселенную два. Здоровья, чтобы мне на все хватило. Дай бог, корочка, дай бог. Потому что, блин, с потенником начинаешь сыпаться, как я не знаю что. И второе, чтобы мастера ко мне пришли. Мне так нужны люди, которые вот не за бабло, а идеи для. Потому что, конечно, вот очень многие отваливаются. То есть поработают год, два, три, через три года я вот... Ириш, ну если человек не чувствует отдачи, да, драйв, кураж, все здорово. Иногда кому-то нужна и отдача, да? Да всем она нужна. Вы что думаете, я же святым воздухом питаюсь. Мне на что-то надо покупать козыск для кринолинов. Но просто я-то говорю, у меня выросли дети. Вот тут вот я понимаю, что люди, у которых есть дети, ипотеки, кредиты, им просто, они бы и рады со всей души. Там Кать Ветрова, например, замечательный профессионал. Она со мной всегда все. Но ипотека, 46 тысяч, кровь из носу отдай, и трое детей, на ней все. Она не может. Она рада, но не может. Столько вот, сколько может, столько поддерживает. Кто-то очень сильно болеет и в силу болезни не может. Но всей душой там делает какие-то рекламы. По мере возможностей, что могут. Меня поражает, как меня не поддерживают все. То есть если я вот обрыдалась и сижу, и вот у меня сплин. Девочка моя, милая. Мне достаточно позвонить и сказать, все, не могу. Я карнавал умер. Ира, земля, она затаилась на горе. Да, да, да. Вот, и я, конечно, понимаю, что темнее всего перед рассветами. Может быть, вот буквально завтра. Но в конце концов, слушайте, люди, мы пережили карантин. Да. Мы пережили, а до этого дефолты. Пуччи, инфляции. Чего мы только не переживали. Да, за эти последние 25 лет. А за это время выросли дети. Рождаются очень многих внуки. Ко мне Двенка Доброва пришла с двумя внуками. Одному три месяца, другому четыре. Это же мои будущие народные мотыльки. Народные мотыльки. Вот кто протащит мое дело вперед. Конечно. И сам погода шепчет. Лето. Господи, лето маленькая жизнь. Это точно. А сегодня мы еще заполируем сейчас твое это... Конечно. Прилив энергии. Вот. Я думаю, что карнавал, конечно, будет жить, потому что очень много людей хотят, чтобы он был. Я точно знаю, что приходит новая волна. А я вот не 50+, а можно я у вас? Мне же когда-то тоже будет 50+. Я уже беру всех. Я уже не обращаю внимания на возраст. Я беру всех, потому что я понимаю, что у любителей карнавала возраста нет. Абсолютно. Если ты говоришь, что 33 богатыря, а девчонки хотите, пожалуйста. То есть здесь только кураж, драйв и желание. Желание будет. Нету, ничего не будет. Если лежишь на диване, смотришь сериалы, лопаешь эскимо, то ничего, кроме лишних килограммов вокруг талии, ты не найдешь. Но если ты встал, пошел, сделал шляпку, поучаствовал в карнавале, приобрел кучу друзей, получил хорошие фоточки, запостил их на фейсбуке. И самое главное, ты вот внутри этого, когда ты внутри этого, это такое ощущение, ну я не знаю, это все, это больше. Мне тут одна приятельница говорит, я как будто Оскар получила. Но Оскар это же мгновение, а карнавал это пролонгированное состояние. Да, да, да. Потому что он есть здесь, 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 я их много устраиваю. Даже сейчас вот после карантина. Что ты планируешь? Я говорю, лучше потом отменю. Но сейчас запланирую, чтобы люди знали, не этого числа, так вот этого, не на это мероприятие, так вот на это. То есть, чтобы они знали, что есть многоточечное попадание. Да, да, да. Будем освещать и будем рассказывать о планируемых мероприятиях тоже. А главное, на всех этих мероприятиях любой мастер может показать, кто-то показывает украшения, у нас два мастера с украшениями. Сутажные вот эти вот. Сутажник, Инна Веникова. Вообще шикарно. Светлану Старику, какие птички сделала. И эти мавры у нее потрясающие. Ленка Доброва, какие колье вот вчера. Слушай, Ира, ведь могут к тебе прийти и те мастера, у которых уже есть какие-то коллекции, правда? Показать. Необязательно что-то создавать, искать материал. Необязательно любые яркие коллекции. Можно показать то, что уже есть, правда? Вот у нас будет показ, у нас будет возможность показа на фестивале прессы 29 августа. Вот, 29 августа. Жду любых мастеров с любыми. Хотите сумочки, хотите украшения. Девчонки, мальчишки, мастера, кидаем клещи. Народных моделей у меня миллион. Они с удовольствием отдемонстрируют вашу сумочку, вашу фляпочку. Если хотите показать свои коллекции. У нас сцена, мы можем выйти. У нас несколько часов и прекрасный фотограф. Как это самое главное? Мы потом вам вернем ваши коллекции. Вернем. Вернем. Вернем и получите еще шикарные фото. У нас входной билет 300 рублей. Ну, то есть, это чисто вот заплатить фотографу, чтобы парень бесплатный работал. Все. Я на этом не наживаюсь. Только когда сдаю на прокат свои платья, ну, и то это, вот, право первой ночи. Дальше это уже все совершенно смешные деньги. Потому что, ну, вы же понимаете, что прокат настоящих платьев стоит, стоимость от пошива. А у меня это вот предельно 1000 рублей, а так 500, 300, ну, пенсионеркам таким, 80+, вообще бесплатно, потому что ничего из них взять. Господи, они пришли, и я уже счастлива. Пусть порадуются. Они уже пришли, и я счастлива. Да, они святые. Ну, вот 81 год Риммочки Фомичевой. Мы же прям золотая рыбка. Золотая рыбка. Божий. Божий. Да, да. А она есть, и все. И всем остальным уже стыдно лежать на диване. Да, да. Потому что Риммочка пришла. Потому что, точно, точно. И когда она рассказывает, как она пеньюарчик купила, чтобы с соседом по лестничной клетке флиртовать, я просто падаю в обморок. Людь добрый. Ну, представляешь. Какая прелесть. Это вообще какая прелесть. Вот таких людей нужно учиться жизни, чувствуете юмора. Да, да. Другой ракурс, понимаете? Правда. Для кого-то вот по лестнице спуститься, мусор выкинуть, штаны и треники, а она пеньюарчик спустила. Потому что вдруг соседа встретит. Сосед 47, ей 80. Какая прелесть. Женщина до мозга. Да, девочки, они всегда такие девочки. Да, да. Я ее за это обожаю. Здорово. Здорово. Даша жизнь прекрасна. Как я уже сказала в самом начале, из-за карантина шляпный фестиваль в Ядских полянах, который должен был пройти в августе этого года, переносится на следующий год. Но у Ирины уже запланированы другие мероприятия, где мы сможем показать нашу шляпную коллекцию «Мария искусница» из фееричных киношляп, сделанных вот из наших вышивок. И вот в конце августа состоится фестиваль прессы на Поклонной горе. Потом 5 сентября мировой карнавал в Сокольниках. Возможно, еще какие-то мероприятия Ирина запланирует, где мы сможем показать наши шляпки. Так что будем с нетерпением ждать, когда Ирина Гончарова и ее команда профессиональных дизайнеров изготовят шляпки с вставками из наших подготовленных вышивок. Еще они нам помогут созданием полноценного образа. Это могут быть платья сарафаны или туники, в которых будут выходить народные модели для показа. Но в нашем случае это будет что-то неотвлекающее внимания от главного аксессуара вышитой шляпки. Я обязательно буду еще рассказывать об этом нашем шляпном проекте. Я обязательно покажу, что у Ирины получилось. И в инфобоксе к этому видео я оставлю ссылочки на страничке Ирины Гончаровой в социальных сетях. А также план ее ближайших мероприятий в рамках проекта «Народный карнавал». Обязательно посмотрите и приходите в качестве гостей или моделей. Я уверена, это будет феерично, радостно и принесет всем вам массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. И, кстати, если среди наших мастериц найдутся желающие стать народными моделями для показа наших шляп, будем очень рады. Но это для тех, кому интересна тема карнавалов, но просто для себя, для удовольствия и для радости. Но если желающие не найдутся, то Ирина Гончарова найдет нам моделей из своего агентства 50+. Там всегда много желающих. А еще, пока мы гуляли с Ириной по аптекарскому огороду и наслаждались этой красотой природы, у нас получилось снять интервью с Ириной «10 вопросов мастеру». Очень интересный получился разговор и в ближайшее время это интервью выйдет отдельным видеороликом на моем канале. Я очень рада, что в нашем проекте «Жизнь прекрасна» появляется все больше участниц и единомышленников, объединенных общими интересами, общим увлечением вышивкой и вообще стремлением к прекрасному. И очень-очень приятно, что в своем творчестве мы находим соратников, партнеров, друзей, ну как угодно назовите, в общем, таких же увлеченных людей, которым интересно вместе, которые радуются сами, готовы радовать окружающих и делать нашу жизнь лучше и прекраснее. Мы сами обустраиваем свой мир и делаем так, чтобы нам было в нем хорошо. Такой чудесный тоннельчик. Класс! Очень красиво переплетены листья, такая арочка. Ой, знаешь, на что похож? Такой же тоннель есть в Архангельском. Здесь, о, кстати, вот здесь, Ир, вот здесь хорошо, мне очень нравится. Ну вот, видишь, и цветочек. Вот, и цветочек там. Прям совсем тяжко у меня. И я тебя сейчас помучаю, Дедушка. Хорошо, так. Так, сейчас я настроюсь, подожди. Давай, я, белая чучка. Давай. Кстати, тут даже хорошо видно, лучше видно тебя. Да? Ну вот, видишь, как? Ну так, немножечко в тени, но в целом очень даже, очень, вот, замечательно, Ир. Прям классно. Ириш, мы с тобой уже снимали, помнишь, интервью на нашей выставке в Рублево? Конечно. Вот. Там я тебя очень подробно обо всем порасспросила, но сегодня хочу эксклюзивное еще интервью с тобой сделать. Пускай это будет, может быть, такой блиц, блиц-интервью, которое называется «10 вопросов мастеру». А с вами была Светлана Дьянова на канале «Бэль», посвященному краевку «Леви и Бэль» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok